около месяца тому назад было у меня видео уберечь персик и абрикос от заморозков в качестве защиты от заморозков абрикоса предлагалось два способа народный бочками с водой и способ применяемый в промышленных масштабах летняя обрезка по шиту петр шит это плодовод профессор долго он работал в тавриде в конце девятнадцатого века и до середины двадцатого века не работал жил он в эти годы и известен он тем что впервые установил закономерности роста и развития плодовых культур вот я такую обрезку по шиту провожу еще по урожаю объединяя две операции уборку урожая и обрезку вот о технике обрезки в том видео я говорил но напомню укорачиваются побеги до 15-20 сантиметров в зависимости от длины чем короче тем сильнее и на этих побегах появляются и быстро отрастают потому что лето тепло новые так называемые вторичные приросты с плодовыми почками и эти вторичные побеги к осени одревесневают сейчас тем более лето удлинилось до декабря тепло практически а так как эти почки на вторичных побегах формировались позже вот основных то есть засветут они позже основных почек на 2-4 недели и вот за счет сдвига цветения уйдет абрикос от весенних заморок вот смотрим я уже показывал вот завязанные проволочки тут вот есть урожай тут есть урожай вот веточку я прыгнул туда же и но помельче здесь пришло много хорошо вот вон расположился не надо будет его нормировать что тоже очень важно и сейчас мы плавно перейдем к персику и будем говорить о том как его сохранить сохранить уберечь от морозов и заморозка вот видите урожай есть и очень хорошо он расположился этот урожай посмотрите практически нормировать его наверное не надо будет но хочу я для начала поговорить о курчавости очень опасное заболевание бывают годы что практически весь урожай от курчавости погибает в этом году ее нет в чем причина а если помните в прошлом году и и три обработки еле еле помогли от курчавости нет вот главной одной из главных составляющих этой развития этой болезни а именно в лаги поэтому рассказы там ютубовских сенсеев что они медным купоросом или содержащими препаратами эту курчавость подавили они не принимаются все это вранье просто не было в этом году это и болезнь ну чуть позже я еще скажу об этом вот гриб курчавости способен вселиться в листья персика до шестидневного возраста потом они ему уже не по зубам они становятся крепкими и не может этот гриб сесть на листья но если он внедрился то уже ничем его оттуда не выцарапаешь вот такая особенность а вот тот период когда выходила основная масса листьев влаги не было ни в воздухе ни с небес причем повсеместно не было дождей в десятый раз повторяю препараты меди на деревьях приносят только вред и деревьям и людям как только какой-нибудь идиот заикнется что он обрабатывает деревья медсодержащими препаратами то необходимо его самого замочить медным купоросом сами знаете где пользы никакой только вред падает урожайность это соль тяжелую ну говорил я много на эту тему но балбесы рулят по-прежнему на ютубе ну и теперь как получать урожай персиков ежегодно а не через 4 года на пятый как у некоторых чемсеев самое главное условие защита от возвратных заморозков потому что если погибнет урожай все остальное ни к чему это поздняя обрезка много я об этом говорил видите благополучно раскочили завязи и остается только ждать урожая чем позже мы обрежем персик тем позже он зацветет раскочит угрозу заморозков вот был я днями попросили на даче и наблюдал такую картину не обработанные химикатом и не обрезанные деревья ну знаете почему карантин сейчас не все могут так вот не обработанные и не обрезанные деревья персика стоят во весь во всей красе усыпанные завязями до 5 без малейших признаков курчавости вот подходи и обрезай вот это как раз наглядный пример того что не надо торопиться с этой обрезкой дурацкой начинает ее там в январе в феврале в марте вот будете слушать ну правда в этом году не были такие большие как бы заморозки но все-таки потери есть там где очень рано не очень рано просто рано обрезан персик обрезку применяю я разную в зависимости от сортовых особенностей ну замещение было у меня видео большое когда выбирается так называемое плодовое звено одно плечо обрезается коротко на 2-3 почки всегда это звено должно ниже располагаться ну а другое плечо длинное 8-10 почек на плодоношение вот здесь я применяю укорачивание или короткую обрезку я ее так называю чем она хороша все дело в том что применяю эту обрезку получаю я очень крупные вкусные хорошо окрашенные плоды вот этих их не так много это сознательно сделано и не надо проводить такую операцию как нормирование плодов и вот при такой обрезке зона плодоношения ежегодно она остается практически на одном уровне образовываются новые побеги в нижней и средней части дерева вот что препятствует выносу зоны плодоношения на периферии а как следствие этого преждевременно гибнет дерево ну и прореживанием занимаюсь удаляю слабые цветочные побеги жировики но если надо для ремонта кроны то вот видите жировичок один я оставил то плечо слабо видимо какое-то оголилась и вот вместо него вот жировик будет сформирован из полноценного ветвь вот вкратце наверное все смотрите правильные видео и урожай персика будет у вас всегда